Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале. Спасибо, что заглянули. На улице светит солнышко, отличное настроение. Я выспалась. Сегодня должны встретиться Шелли, сделать фотки для Инстаграма, просто посидеть, поволтать. В общем, сегодня день отдыха. А вчера, если вы не смотрели мой влог, я сделала себе вот такие вот ноготочки. В общем, утром встала и так смотрю, и вот так кайфую просто от того, что получилось. Собрала постельку, сейчас буду делать макияж. Точечно наношу вот этот тон. У кого проблемная кожа, супер просто плотный, покрывает всё на свете. Но мне просто это уже не нужно. Точечно нанесла его, потому что мне его надо закончить. И на всё лицо вот этот вот. Чуть-чуть совсем, капелюшечку. Смотрите, он пытается открыть, у него просто это не получается. Ты слишком лёгкий. Не знаю, только у меня так или у всех, но я, например, начала пользоваться вот этим тональным. Хотела его добить до конца. Изначально он мне вообще не нравился. Я думаю, фу, какой ужасный тональный, как я буду им пользоваться, надо добить. Сейчас я просто кайфую от него. Я решила сегодня накраситься другим тоном, который раньше мне нравился. И когда вот долгое время я не использую этот тон, потом, например, начинаю использовать, я сразу думаю, блин, какой ужас. И вот этот тоже изначально мне не нравился. Сейчас я кайфую от него. И так всегда просто. А вот и мейк готов. Как вам, пишите в комментариях. Мне очень нравится. Ещё, кстати, пришло уведомление, что совсем скоро придёт мой заказ с одеждой из шеи. Буду делать распаковку. Такое небольшое дисклеймер. Всё куплено за собственные кровно заработанные деньги. То есть это не обзор. Хотя другие блогеры там снимают обзоры и всё такое. Это, к сожалению, не обзор. Я всё купила за собственные деньги. И планирую ещё один заказ совершить, как только придёт этот. Чтобы я была уверена, что всё уже пришло. Я уже даже кое-что выбрала. Сейчас вам покажу. Это то, что я отделила. Мне очень нравится такая кофта. Всё с открытым животиком, как я люблю. На одно плечо. Это тоже, посмотрите, всё. Три доллара стоит. Не знаю, какого качества придёт. Но больше всего мне понравился вот этот вот костюмчик. Стоит он тридцать долларов. Тридцать один доллар. И это вместе. И пиджак, и брючки. По мне просто бомба. Но я планирую снизу надевать ещё какой-то топик. Чтобы не ходить прям голая. Чтобы было скромненько. Я, конечно, могу ошибаться. Но мне кажется, ближайшая прям неделя и заказ будет уже у меня. И как только я получу, конечно же, я сразу распакую на видео. Примерю и вам обязательно всё покажу. Я хочу именно раскрытие коробки, первое впечатление, всё это заснять. Мой заказ был на 90 долларов. Так, на минуточку. И там минимальный заказ, по-моему, 50. Но что-то там мне очень много всего понравилось. Я решила сразу на 90 заказать. Уже второй раз мы будем заказывать и маме. Два платья присмотрели. Мама сказала, что сразу я не хочу заказывать. Посмотрим, что придёт тебе. Второй раз, я думаю, уже и Шейли, и Жали подружки тоже будут заказывать. В общем, обязательно всё вам это покажу. Айка, умничка, уже видео загружается. Осталось 14-13 минут. Не знаю, что так долго. Обычно у меня минут за 10 всё это дело загружается. А ещё хочу что-то сделать со своим чердаком. В общем, на голове что-то сделать. Во-первых, хочу поснимать тиктоки. Давненько я не снимала. Каждый раз обещаю себе, что буду всё постоянно снимать. Потом забываю. Но, в общем, сегодня надо обязательно что-то заснять. У меня есть пару идей. Я не знаю, сейчас выпрямить волосы или сделать кудряшки. Ещё, кстати, даже не знаю, что я надену. Потому что мы хотим сделать фотографии для Инстаграма. У меня есть одежда, в которую я хочу пойти. Но, к сожалению, наподобие фотки у меня есть в Инстаграме. Ну, вы же знаете, она прям модель. Я не умею фоткаться. Я чисто по видео. Вот эти все редакторы, пресеты. Это всё абсолютно не моё. Но я понимаю, что Инстаграм тоже нужно развивать. Мои истории уже смотрят 25 тысяч человек. Представляете, 25 тысяч. Вот я не накручиваю подписчиков. Я считаю, что это тупо. Зачем это надо? Всё равно все люди смотрят на лайки, на охваты. Охваты, кому интересно, сколько у тебя там, 1 миллион или 300 тысяч. Или как есть на самом деле. Поэтому я не накручиваю. Ну да ладно, сейчас не об этом. Быстренько что-то придумаю с прической. И буду уже думать, что же надеть. Хотя ещё рано. Но я надеюсь, что я не буду опаздывать. А то бедная Шелля постоянно меня ждёт. А тем временем бабушка. Бабушка, я покажу, можно? Связала вот такие вот пениточки. Или как правильно сказать? Носочки дома носить. Вот этими вот руками. Молодец, бабушка. Вот с этими нитками. Нитки хватили тебе, бабушка? Да, бабушка говорит, хватили. Посмотрите, как красиво она сделала. Аккуратно. Нигде ничего не торчит. Просто молодец. Просто 5. 5 из 5. Сейчас будем маму красить. Я себя чувствую этой парикмахером-универсалом, который делает ногти. Монтирует видео. И ещё делают перчёски. Субтитры делал DimaTorzok 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 Молодец, ты тут немножко испачкала. Я знаю, да, как ты меня красишь. Как крашу. Хорошо крашу. Я помню, когда мы маленькие были, папа начинал красить этот... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И говорит, дальше уже крась. Может, я вот это буду держать? Что держать? Не, не, нормально. Навела красоту маме, покрасила её, себе выпрямила волосы. Посмотрите, какая красота, как я обожаю, когда волосы выпрямлены. Я прям чувствую себя уверенной. Сейчас уже потихоньку я должна была собираться, идти к Шелли, видеться Шелли. Но сейчас мне надо заглянуть к двоюродному брату, потому что у бабушки испортился телефон. Я ей сказала, что его нужно отвезти к мастеру, либо купить новый. Вот такой вот телефон у бабушки. Это Nokia, которому, наверное, лет 15. Он достался ещё от моей двоюродной сестры. Выглядит вот так вот. И проблема в том, что не работает подсветка. То есть экран, экран в рабочем состоянии, просто не работает подсветка. Как я поняла, здесь загорелась лента. И как раз-таки у меня был слайдер давненько, лет 10 назад. И у меня была подобная проблема. И каждые два месяца я меняла ленту. Я сказала бабушке, что давай не будем заморачиваться. Лучше просто я сгоняю, куплю тебе самый простой фонарик, телефон или тот телефон, который ты хочешь. Она сказала, нет, я хочу этот. Поэтому отвези его, точнее отнеси к двоюродному брату. Она думает, что он программист, он умеет всё, он волшебник и так далее. Вот, поэтому мне сейчас надо к ним. А раз я иду к ним, я решила, здесь у меня есть две сумочки. Одна поясная сумка. Я её покупала в прошлом году, в конце прошлого года. Я её вообще не ношу. В прошлый раз, когда мы сидели, болтали, я услышала от племянницы своей, что она хочет поясную сумку. Я вспомнила, что у меня дома есть поясная сумка. И решила ей подарить, сейчас покажу. Помните вот эту сумку? Я её носила только один раз. Её можно и на плечо, на дно, как бы вот так, наискосок. И можно на пояс. Здесь вот такая вот застёжечка. Очень приятный на ощупь материал. Классная сумка. Но мне почему-то кажется, что мне не по возрасту. Это больше такая подростковая сумка. Мне более что-то солидненькое надо. Поэтому, думаю, для девочки 13 лет самое то. И вот такая. Её я носила очень долго. Но, несмотря на это, она в отличном состоянии. Фурнитура не потемнела. Я думаю, если понравится, пусть носит. Если нет, я не обижаюсь. Мне всегда, честно, стыдно свои старые вещи кому-то давать. У меня всегда такая, это, как ноша, так скажем. Но ничего, жалко выбрасывать. Вот такой вот у меня лук. Лук-лучок. Здесь у меня брюки. И моя любимая кофточка, наконец-то, нашлась. Прикиньте. Я её искала, наверное, где-то неделю. А оказалось, она в самом видном месте. Хотя я там искала. Там её не было. Как она испарилась и потом появилась, я не знаю. Но, в любом случае, я рада. И будут фоточки в Инстаграм. Надеюсь, что ты поставишь лайк. Я уже в лифте. Спускаюсь вниз. Была у двоюродного брата. Отдала. Вроде как моей племяшке понравилось всё. Сейчас иду Шелли видеться. Мы уже в парке с моей подружкой. Те, кстати, писали в комментариях, что ты похудела, похорошела, да. Подруженька. Я не замечаю. И замечаешь. Ну, правильно, ты себя каждый день видишь. Здесь, смотрите, какие места есть. Классные. Здесь можно лёжа сделать фотографии. Вот, классно. Хотя здесь есть знак, что здесь нельзя вроде как с собакой. А, нет. Лежать можно. Короче, фотки увидите в Инстаграме. Я, кстати, пожалела, что я надела это. Свитер. Сверху вот эту штуку надо было надевать платье, потому что жарко очень. А Шелли... Ой, чуть не уронила камеру. Шелли тут снимает собачек. А я снимаю её. А где собачки, я понять не могу. Кого ты снимаешь? Никого же нету. Ребят, у меня шок. Я просто делаю вот так. Вау! Вау! Супер! Шелли очень круто фотографирует. Вы знаете, подруга, которая классно фоткает на вес золота. Просто таких реально нет. Вот реально таких подруг нет. Поэтому у меня она есть. Если даже она обижается на меня, я подлизываюсь к ней, потому что таких больше нет. Давай теперь я от тебя. Давай. Подожди, у тебя здесь немножко... Помады? Да. Погода, конечно, обалденная. Столько народу в парке. У нас это выходные, получается, 10 дней. Но не из-за 9 мая, а из-за того, что Новый Русбайрам. Да, этот Байрам закончился, короче. Пост закончился, поэтому праздники. Поэтому у нас и транспорт не работает, общественный. И все такое. И все люди гуляют, отдыхают, проводят прекрасное время. И все вокруг смотрят на меня, как будто я что-то делаю незаконное. Ну да ладно. В общем, сейчас мы должны с Шелли пойти и купить кое-что на днюху моего пупсика. Вот, потому что у нее была днюха. Надо что-то ей подарить. Йола верни. Вот, а затем мы пойдем где-то посидим, поедим шаурму или донат. Что-то мне прям хочется нежной шаурмы с чесночным запахом. Ой, вкусом. Мы вернулись обратно в парк. Прикиньте, я посеяла бабушкину карточку с пенсией. Хорошо, что Шелли нашла номер горячей линии. И мы эту карточку заблокировали. Но проблема в том, что, чтобы ее разблокировать, теперь нужно присутствие бабушки в банке. А бабушка у меня в таком положении. То есть она особо даже ходить не может. Представляю, что меня ждет дома. Да, в этой стороне где-то было. Надо сумку брать побольше размера. У меня все вот здесь было в кармане. Когда я вытаскивала телефон, скорее всего куда-то улетело. А это там, знаете, такой четырехугольный конверт. Вот! Ура! Да, нашли! Я, короче, нашла карточку и встретила мои подписи. Подписец! Как ты меня узнала в маске? Пригнавайся! По глазам, честно, по глазам. У нас одинаковые, кстати, маски. Ведь и вкус одинаковый. Но самое главное, я нашла карточку. Ура! Все уже позади. Мы уже сидим в кафешке. Сейчас будем заказывать вкусный, сочный донет. Который мы тут давно не ели. Но самое главное, вопрос с карточкой бабушки решенную. Такие милые у меня подписчицы. Так приятно, когда они подходят. Конечно, в такой момент я в пути своем ищу свою карточку. Точнее, бабушки на карточку туда не подходят. И снова приятно. Еда готова. у нее такая, у меня такая у меня арабская по-моему, это твоя, Шелли фирменная фотография в уборной я сделала пару фоток и поняла, что вообще не очень Шелли, можно ли сказать, что с тобой хотел познакомиться парень во влоге? и ты отказалась? можно? ведь я спрашиваю в общем, Шелли хотела познакомиться нормальный парень то есть, внешне нормальный, очень культурно подошел на сиденье в общем, тут зашли и Шелли что сделала? сказала, нет я ее пыталась уговорить, что тебе тоже нужна личная жизнь давай устроим твою личную жизнь она сказала, нет мне это не надо и точка я не смогла настоять ты видел, что парень сказал обычно? конечно, говорит, красивых девушек бывают страшные и мерзкие подруги но не тот случай решили мы пройтись по магазинам приглянулся мне вот такой вот комплектик с шортиками к сожалению, здесь вешалки были прикреплены друг к другу поэтому очень сложно вам показывать в общем, здесь такие шорты цвета разные есть синий, зеленый и черный ну, что-то вроде горошка, как вы видите материал очень приятный на ощупь дальше Шелли решила выбрать себе что-то я ей сказала, что она может выбирать абсолютно все, что она хочет так как на ее день рождения ей ничего не подарила поэтому она пошла как раз таки мерить этот костюмчик а мне очень понравился вот такой костюм правда, уже не сезон, но он был на скидке просто, если честно, мерить было неохота столько всего со мной произошло думаю, да ладно а это тот самый костюм и мой пупсик посмотрите, как классно мне лично очень понравилось и как сидит, и как смотрится и цвет такой классный ну, не знаю, вот я, кстати, снимаю ее но ей не понравился, к сожалению ей не понравился именно материал он не особо такой, знаете, дышащий поэтому решила она не брать кстати, такой же еще белый она брала по мере там немножко материал другой немножко плохо обработаны края но Шелли сказала, что, типа, это такой дизайн а, типа, так и задумано казалось бы, тот самый костюмчик просто в другой расцветке но на самом деле нет здесь материал совершенно другой мне, опять же, понравилось, как сидит на Шелли но я человек неприхотливый мне нравится все но, к сожалению, Шелли не понравился поэтому мы решили его не брать хотя по мне я бы взяла, например а вот это я точно бы не стала брать вот это прям точно даже пошла мерить себе обувь хотела себе кроссовки правда, не такие, какие я хотела их, к сожалению, не было но мне кажется, эти кроссовки очень универсальны тем, что их можно носить и летом они дышат в общем, очень стильно смотрятся но там тоже выбор был я еще померила и другие кроссовки к сожалению, этих 36 размера не было это 37 и немножко мне были они большеваты Шелли сказали, что они еще и растянутся будут еще больше это немного меня, конечно, расстроило вот эти кроссовки тоже мне понравились но так как впереди лето они такие массивные, теплые в принципе, такие тоже мне бы нужны надо купить, оставить себе но для начала мне нужны такие которые я буду носить на постоянной основе здесь мне не понравилась платформа такая что-то вроде сникерсов это немного не мое и когда мы возвращались домой я увидела эту красоту у меня двоюродная сестра всегда говорит ой, вам так везет, у вас везде пахлава я специально этот кадр сняла ей чтобы показать и подразнить ее гуляем, гуляем Шелли ничего не нравится костюмчик был, сидел просто обалденный не то, что я вам показывала то, что я не сняла сидел офигенно, она сказала мне не нравятся рукава это потому, что я толстая ты не толстая, ты красотка, ты сочная у тебя классная попа люди качают попу, чтобы у них такая была а мне просто жир я, кстати, в магазине встретила еще одна своя подписчица такая милая мне так понравилась эта подписчица реально, она даже забыла спросить как зовут но мы идем дальше искать подарок подарок костюмчик был офигенный сейчас тебя штрафуют быстро оден намордник надо здесь дырку сделать воду пить отсюда погода обалденная не холодно, не жарко ничего так, ничего пока переоделся, я 200 грамм потеряла я уже дома, мои хорошие день прошел так себе на нервах если честно и всему виной моя вот эта вот сумка она очень миниатюрная очень маленькая и сюда я еле-еле все впихиваю здесь одно большое отделение к сожалению, когда вынимаешь что-то обязательно что-то выходит вот это, например, карточка бабушки знаешь, хорошо, что эта карточка не была просто карта а вот в этой штуке это не бросалось в глаза такое ощущение было, что это просто какой-то мусор валяется поэтому никто и не подобрал это, кстати, огромный плюс единственный момент я заблокировала карточку завтра надо позвонить и разблокировать надеюсь, что там не надо будет чтобы бабушка пришла в филиал и так далее ну, в общем, что могу сказать пусть будет не стильная сумка не суперудобная но зато вместительная и я ничего не буду терять а еще я купила кроссы которые не очень понравились моей маме в магазине я вам уже показывала их со всех сторон я взяла 37-й они немножечко великоватые если честно можно было даже 36-й брать они такие большие вот, но эти тоже ничего на лето самое то стоили 35 монат кстати, мама сказала, что нет мне понравились чего-то взяла, что они мне не понравились кое-кто уже играет этими шнурками ау в общем, шнурки слишком длинные на самом деле ну, наверное, так и должно быть буду носить так и , наверное, так и